В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Предложения о продаже превышают спрос. Цены на жилье в городе ползут вниз. Народная инициатива услышана и реализуется. Строительство дороги к дачному поселку в 50-процентной готовности. Нелегальный оборот анаболических стероидов этой темы заинтересовались народные контролеры и участники партийного проекта «Качество жизни здоровья». На Ямале определены кандидатуры для избрания на должность губернатора автономного округа. Имена претендентов были названы накануне на заседании политического совета Ямал-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». В августе на рассмотрение главе Тюменской области, а затем и президенту России представят три кандидатуры временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Кобылкина, председателя Тюменской областной думы Сергея Карипанова и генерального директора «Газпромдобычи на дым» Сергея Меньшикова. Их единогласно поддержали три парламентские и шесть парламентских партий. «Я думаю, это очень серьезные, важные, правильные и не только номенклатурные кандидатуры, это люди, которые знают хорошо и которые на самом деле достойны, достойны лечь на стол сначала губернатора, их данные Тюменской области, а затем президента России Владимира Ивановича Путина». В городе продолжаются работы по строительству дороги к дачным участкам. Напомню, это стало возможным в рамках реализации проекта «Народная программа», когда владельцы дачных участков обратились к главе региона Дмитрию Кобылкину с просьбой оказать содействие в решении вопроса строительства дороги. Тогда просьба была взята, как говорится, на карандаш, и сегодня есть реальные результаты. Протяженность новой трассы до дач составляет 1800 метров, стоимость реализации проекта более 70 миллионов рублей. На сегодняшний день из общего объема строительства выполнено 50%, рабочим осталось отсыпать еще более 1000 кубометров щебня и уложить 800 плит. Параллельно идут работы по обустройству пешеходной дорожки. Завершающим этапом строительства будет установка осветительных опор и подключение их к электросетям. Строители работают в две смены. Срок завершения работ, если не подведут погодные условия и поставка материалов, в сентябрь. Контроль идет жесткий, идет операционный по три раза в день буквально, после каждой операции, особенно по укладке плит. Здесь у нас по устройству полотна мы провели контроль лаборатории по уплотнению. В этом счастье, как ни странно, единственное, когда помог дождь, он уплотнял это полотно. Хорошо уплотнено, оценка была в удовлетворительной лаборатории, мы разрешили укладывать плиты. Сейчас операционный контроль идет по укладке плит. Есть, конечно, моменты, но мы жестко это дело контролируем. Кризисные явления в экономике не помешали ямальцам улучшить свои жилищные условия. По данным окружного управления Росреестра, за шесть месяцев текущего года жители Ямала приобрели недвижимости на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Специалисты по сделкам с недвижимостью утверждают, цены и продажи в Муравленко стабильны. Репортаж Ронеста Бавшина. Несмотря на кризис, ямальцы продолжают приобретать недвижимость. Только за полгода специалисты управления окружного Росреестра провели более 50 тысяч регистрационных операций. По этим показателям Муравленко не отстает от других муниципалитетов Ямала. Если говорить о физических лицах и на жилые помещения, то, безусловно, у нас тоже наблюдается небольшой, но все-таки рост. Если взять аналогичный период, то есть как бы прошлого года и в этом году, то есть если говорить в цифрах, то 1125 в этом году мы зарегистрировали прав на жилые помещения. В прошлом году это было 1026. Доля кредитного жилья, приобретаемого по ипотечным займам в сравнении с прошлым годом сократилось на 30%, говорят специалисты. Но в городе хорошо развиваются программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям и переселению из ветхого и аварийного жилья. Здесь у нас идет не как таковая копля продажи, здесь в основном идет мена, потому что у нас сейчас идет активная работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Хочу сказать, что у нас только за вот эти полгода уже 86 семей у нас зарегистрировали свои права на такие жилые помещения. Еще у нас отмечено, сейчас в этом году, в том году у нас не было такой регистрации, у нас предоставили землю семьям, которые имеют трое, более детей. То есть уже тоже 26 семей именно вот по такой программе зарегистрировали права на земельные участки. Риэлторы говорят, стоимость жилья в городе начала снижаться, рынок недвижимости перегружен, предложений сейчас гораздо больше, чем спрос. Скажем так, сделки есть, но есть разумные цены. То есть цены, конечно же, упали. Брать февраль месяц и сейчас июль месяц уже заканчивается, да, у нас. То есть если тогда двухкомнатная квартира не меньше двух с половиной миллионов было, то сейчас уже можно купить двухкомнатную в капитальном исполнении квартиру за миллион семьсот пятьдесят. Однокомнатные квартиры КПД в нашем городе владельцы оценивают от полутора миллиона, до одного миллиона семьсот пятидесяти тысяч. Цены на двухкомнатные колеблятся от миллиона семисот до двух с половиной миллионов рублей. Как и прежде, стоимость зависит от этажа, расположения квартиры и микрорайона. Пользуется спросом и деревянное жилье. Риэлторы подтверждают данные Росреестра о том, что значительно сократилось количество сделок по ипотечному кредитованию. Муравленковцы предпочитают наличный расчет, сертификаты программы «Молодая семья» и «Материнский капитал». Люди или расширяются, или наоборот, трех-четырех продают, покупают однокомнатные, вкладывают деньги. И программы работают. То есть такая программа, как «Молодая семья» у нас работает в городе и «Материнский губернаторский капитал» федеральный. Прогнозы – дело неблагодарное. Но, тем не менее, специалисты связывают падение цен на жилье как сезонными факторами, так и с экономическими причинами. И говорят, что падение стоимости, хоть и незначительно, скорее всего, продолжится. Пресечение нелегального распространения анаболических стероидов этой темой заинтересовались народные контролеры и единороссы, участвующие в реализации партийного проекта «Качество жизни, здоровье». Вместе они взялись за работу по прекращению пропаганды и распространения запрещенных анаболических средств, к тому же внесенных постановлением правительства в список сильнодействующих веществ. Накануне в городе прошел рейд по торговым точкам, реализующим спортивное питание. Анастасия Попова расскажет подробнее. Еще несколько недель назад в Муравленко работали два магазина спортивного питания. Совсем недавно один из них закрылся. Народные контролеры и активисты партии отправились с инспекцией в спорткомплекс Ямал, где расположен единственный магазин по продаже спортпитания. Проверяли товар на присутствие в его составе анаболических стероидов, способствующих ускоренному росту мышц. Изучали срок годности и наличие сертификатов. По сменам нужно больше белка в уникновенной жизни, чем уникновенному человеку. Ему приходится получать его извне. И для этого придумали спортивное питание. Это не стероиды и анаболики, уверяет Вячеслав Цек. Он сегодня кандидат в мастера спорта по фармрестлингу в составе группы единороссов выступает в качестве эксперта. За шесть лет тренировок он перепробовал многое. Протеин, изолят, всевозможные и незаменимые аминокислоты, витаминные комплексы. Все разрешенные законом, а значит не опасные для здоровья препараты он проверил на себе. Восстанавливаюсь лучше, могу больше показать результат. Людям, которые собираются или уже употребляют, не думайте, что это полноценный стопроцентный успех. Это около 5-7% к общему результату. То есть употребляют его все футболисты, хоккеисты, биатлонисты, все люди любого вида спорта, где физическая активность применяется, употребляют спортивное питание. Чтобы убедиться в верности доводов спортсмена, каждая банка со спортивным питанием подвергается тщательному изучению контролерами. Присоединяется к ним и директор спорткомплекса, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Александр Иваницкий. Спортивное питание это что? Это получается та же пища, только она концентрированная. И получается в 100 граммах, например, этого продукта, это находится именно столько питательных веществ, как, например, в 5-6 килограммах куриного мяса. Вот так, чтобы просто было доступно для нашего потребителя. Данная точка представлена небольшим ассортиментом товара, но могу сказать, что сроки годности все соответствуют. Ассортимент достаточно хороший. И запрещенных товаров, стероидов мы здесь не выявили. Сегодня в городе запрещенных препаратов нет. Таков итог рейда. Но всемирная сеть интернет кишит предложениями о продаже анаболиков. И здесь единороссы не остаются в стороне. В июне партактив обратился в правительство с просьбой ускорить предоставление Роскомнадзору право в досудебном порядке блокировать сайты, распространяющие информацию об отраве. Ведь сетевое распространение – также уголовная статья. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Сегодня в городе завершилась вторая смена летних оздоровительных лагерей в июле. Они располагались на базе трех образовательных учреждений. В лагере «Страна детства», который в течение месяца работал в четвертой школе, финальным аккордом смены стала литературно-музыкальная композиция по мотивам сказок Александра Пушкина. В театральной постановке приняли участие ребята из четырех отрядов лагеря. Костюмированные сказочные попури приурочили к году литературы. Юные зрители с интересом следили за тем, как их сверстники перевоплощались в любимых героев произведения великого русского классика. Витаревич, мой спаситель, мой могучий избавитель, Не тужишь, что за меня, есть не будешь ты три дня, Что стрела пропала в море, это горе, все не горе. Отплачу тебе добро, сослушаю тебе потом. Я думаю, что любовь к чтению таким образом у них будет прививаться, и в дальнейшем они будут читать. Некоторые же и до сих пор не читали эти сказки. Возможно, кто-то обратится и почитает подобные произведения. Может, в библиотеку сходят, может, в свои библиотеки домашние эти книжки увидят. Поэтому думаю, что подобные мероприятия в лагере помогают воспитывать детей и прививать вкус к литературе. Третья смена летних оздоровительных лагерей откроется 3 августа и продлится до конца лета. Ребята будут посещать Центр детского творчества и Детский сад Непоседы. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». В Муравленку увеличивается количество объектов, оборудованных светодиодными табло, кнопками вызова, поручнями и пандусами. Но, по словам людей с ограниченными возможностями здоровья, доступная городская среда стала лишь отчасти. Сейчас разрабатывается дорожная карта, направленная на адаптацию объектов под нужды инвалидов. Подробнее о планах социализации горожан особой заботы читатели узнают на третьей странице издания. В очередной рейд вместе с народными контролерами по продуктовым магазинам города отправились и корреспонденты еженедельника. Об увиденном в ходе рейда, а также мнение горожан о качестве реализуемой в Муравленко-продукции читайте на шестой полосе газеты. Как съездить на море и не устать от отдыха? На шестнадцатой полосе читатели, чей отпуск еще впереди, получат ценные советы от корреспондента-путешественника. На что обратить внимание, например, при бронировании жилья? Как обеспечить комфортный и безопасный отдых своим детям? Об этом в рубрике «Проверено на себе». Это были лишь выдержки издания. Все подробности вы найдете в 31 номере газеты «Наш город» от 30 июля. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски доступны и в интернете, на сайте компании муравленко.тв. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.